Девушки отдыхают 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 Твои глаза — это свет, яркий свет внутри капа моего сердца, твои локоны очень там. Остановись, остановись, Белвомангл, пока ты совсем не опалил хрупкие крылья своего сердца, а плавень моего взора. Ответь мне, о коверарч, ответь мне с той же изысканным словом, что может чувствовать человек, который обнимает мертвеца. Откуда? Откуда ты знаешь? Что я знаю, Белвоманга? Не пугай меня так. Да нет, это ты меня напугала. Откуда ты знаешь, что я переплыл в гамбу, обнимая мертвеца? Ты обладаешь ситрами? Нет, нет. Ситрами обладаешь ты, Белвомангл? В день смерти своего отца оставить Брамана в бескоминальной шрадхе, вложить ее в мешок, нырнуть за этим мешком в гамбу, и затем, обняв вспухшего мертвеца, не выпуская мешок из рук, переплыть в бурную реку, и затем, с ног до головы, покрытым грязью, предстать перед женщиной, дабы восславить ее красоту. Для этого нужны особые ситрами, Белвомангл. Не волнуйся, чентами, я, я смотрю грязь, своего лица, лотосы, тоже растут из грязи. Да, это так. Ты смоешь у себя грязь, и сразу станешь подмолоченной лотосаохи. Но прежде я хочу тебя кое-чем угостить. Что это? Это мангола. Сок плодов манго. О, черта, манни! Какой прекрасный аромат! Пей, классико, да. Хотя нет, хотя нет, стой. Сверстие я должна, я должна тебя кое-очем предупредить. Это, конечно, сущий пустяк, но я должна сказать тебе, пожилец, стремящийся к чистоте. На дне этого кубка похороненный памрите покоится... Скопьер? Откуда он там? Да ты не волнуйся, пожилец. Он мертвый и совсем не опасный. Это всего лишь тело. Тело от насекомого. Ты... Ты шутишь? Нет, не шутишь. Ну, тебе нравится. Я... Не могу принять такое прощение. Я бы хотел вкушать Амрито без Скорпиона. Ты пришел ко мне ночью, дабы восславить мою красоту. И теперь ты отказываешься откупу выпить из этого кубка. Представь себе, нет никакого желания. Однако моя телесная красота похожа на этот сок манго. Это нежное фарфоровое тело, воспетое тобою. Это же всего лишь кожаный мешок с костями, покрытый волосами и ноготками, а внутри него моча испражнения, слизь, кровь и лимфа. Прекрати! Зачем ты мне это говоришь? Зачем ты закрываешь глаза на правду? Правда это первое припешище брамана. Прекрати, общинтамы, я не собираюсь слушать проповеди от тебя. Ну да, кто я такая? Уломать. Падшая женщина, которая вздумала читать проповеди, браману мотылек полетел. Мне на тот огонь. Очень там, иди, на тот! Что я вижу? Браман встал на колени перед падшей женщиной. А-а-а! 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 Что я вижу? Какая ярость! Ух! Камээша кротхаэша Ранжа гуна Самуфалаа Махаша нам Маха-паваха Критхена Это, кстати, Мия сказала. Это слова главного героя и персонажа вселенской драмы. Я надеюсь, ты еще помнишь, как его зовут? Или уже забыл? Забыл! Потому что я вижу в лианах твоих рук, обвивающие меня. Забыл! Потому что тону в океане моих лотосных глаз. Забыл! Потому что мое сердце ленилось с тобой. Очень там! Да что это мы совсем заболтались? Иди скорее, смой грязь из своего лица. И мы предадимся райским наслаждением. Ананда уже не ждалась. Чем-то... Да. Как я мечтаю вкусить Ананду! Постой! И что? Правду положила туда скорпиона? Выпей и узнаешь. Ведь наслаждение всегда на дне чаши. Иногда, чтобы извлечь колюшку, нужно воспользоваться другой колюшкой. А чтобы вырвать занозу из сердца, иногда помогает яд карпиона. Обер-Ваманга, с такой же страстью, как ты прославил мою красоту, с такой же предустостью и одержимостью, я хочу, чтобы ты прославил его, Верховного Господа. И тогда ты очень быстро станешь Савку, великим святым. Спасибо за урок. Я прослел. О, чертамы, О, драгоценность, О, великая душа, Да пребудет слава тебе в веках. Да пребудет слава в веках не моя, А Богомана Всевышнего. Земная красота Позволила мне Направить мой взор К красоте Небесной. Дай мне На память о сегодняшнем вечере Шпильку Из твоих волос. Зачем? Впрочем, Желание Брамана Закон для каждого. А уж тем более Для Пладшей женщины. Я Я хочу Извлечь Скорпиона Из чаши. Ибо Я Прозрел. Я Прозрел. Ну что ты? Ну что ты сделала? Я вам подгала. А ты зачем? А ты зачем ты выглядела? В себе глазу? Я Вытащил Занозу Из моего Сердца. Занозу 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЧИНДАМАНИ СОМА ГИРИ ГУРУ МЕИ СЮКШИ ГУРУ СЧАПАНАМАН СИЧИКИ ПИЧИМОЛЕ Билла Мангол Дако's life became successful by the mercy of all of his gurus. ЖИТЬ Билла Мангол Дако венчАлошим успехом благодаря всем его guru. First of all, ЧИНДАМАНИ. She was a courtesan. But she was also a great Vaishnavi. And she inspired him. And she said, oh, if you could be as attached to Krishna as you are to my material body, then your life would be perfect. And these words, they pierced the heart of Билла Мангол Дако. And he realized, oh, what am I doing? I'm spoiling my life. And he left everything. СОМА ГИРИ ГУРУ МЕИ. And he took initiation from a Vaishnava guru named СОМА ГИРИ. So, ЧИНДАМАНИ was his Vartmah Pradhakshak guru who showed him the path. СОМА ГИРИ was his Diksha guru. СОМА ГИРИ стал его ДИКША ГУРУ. And by the muscle following his Diksha guru, СИКИ ПИТЧАМО СИКСА ГУРУ СЧА БАГАВАН СИКИ ПИТЧАМО ЛЕ. БАГАВАН СИККРИСТА, With the peacock feather in his hair, directly became Билла Мангол Дакоуа's СИКСА ГУРУ. And led him to Vrindava. In this history, Chantamani and the lady from whom he took the air habits, there were two separate events. In this history, Chantamani and the lady from whom he took the air habits, there were two separate events. But just as when Lord Varhadev saved the earth, which had fallen in the Gavadak ocean, this was one incarnation in one kalpa. And then in another kalpi he appears. And he killed Hiranyakshak. But Shukadev Goswami, he put these two stories together into one story. So in the same way, just like Shukadev Goswami, our Devakar Prabhu, he made these two stories together into one. So it's called poetic license. It's called poetic license. It's called poetic license. It's called право автора. And when we should try to see deeply what is the teaching in this story. By having the Atma-Buddhi, identification with the physical body, then our consciousness is on the same level like animals. It's essential in this human life to search out and see Krishna. And it's possible also. You can realize Krishna in this lifetime. If you be very determined, like Bilvaman Lottakur, I don't recommend that anyone should mutilate their eyes. I don't recommend that anyone should mutilate their eyes. Don't do this. They're very important for reading Shastra. But take the lesson that he was ready to do anything, to overcome his own difficulties and obstacles in life. and his attachment were his eyes retracted to physical beauty. There's another deep teaching here. It is unusual that a person goes from a state of complete lust to a state of I have to find Krishna. It's not something that we see everyday. But Bilvaman Lottakur was actually a great Vajnav from his previous life. He came up to the stage of Rati. Он достиг уже уровня Рати, то есть Бабы. Но не достиг совершенства в предыдущей жизни. Есть еще какие-то проблемы. Даже на уровне Рати остаются еще препятствия для предновременности. Остатки каких-то неразрешенных реакций на оскорбления, которые когда-то Байшнаф мог совершить в прошлом. То есть в следующей жизни он родился в семье Брахманов, но он был имперсоналистом. И он влюбился в эту куртезанку, потерял голову полностью. Но его Садхбххгдивасана, deep impressions from his previous Sadhana, были there, just like the flames which have gone down. And they're covered by ashes. So the wood is still hot underneath, but ashes are covering. И если вы ударите с деревьями, то племя появлялась снова. Такие слова Чинтамани были, как в воздухе, который ударил с деревьями, который укладывал его впечатления от последнего жизни. И тогда, вдруг, его расти, его эстетическое любовь для Кришна снова появлялся. Они были, как дуновение ветра, который, подобно этот уголь, пепел, и огонь снова стал гореть. И его пахти-васаны, все самскары, они тут же проявились. Я очень благодарен всем артистам. Спасибо большое! Билл Мамару! Также, Чинтамани! И, в последнее время, Директор Дара, Директор Дара, Девка Хабур! Спасибо! Ну, и он тоже, Ну, он был, говорит, директор, который kişил Даром Хабур. Бога Хабур! Глава, Бога Хабур света! Спасибо.